Всем привет! Сегодня я решила начать на моем канале новую постоянную рубрику, где я буду повторять макияж принцесс Диснея. Буквально вчера я спрашивала у вас, какая принцесса Диснея вам нравится больше всего. И если честно, то вы меня, ммм, озадачили, потому что вариантов ваших любимых принцесс там было столько, сколько всего этих принцесс существует. Поэтому я решила начать цикл моих будущих видео с повторением макияжа диснеевских принцесс с Эльзы, потому что сейчас зима, потому что она тоже зимний персонаж, и, собственно, почему бы и нет. Хочу сразу отметить, что я не буду делать косплеи на Эльзу, я буду именно пробовать повторить ее макияж, как бы он выглядел в реальной жизни, будь Эльза обычной девушкой, а не суперпрофессиональным визажистом. Но прежде чем мы начнем, обязательно подписывайся на мой канал, тык, включай себе уведомление о публикациях, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить, а мы начинаем. Ах да, меня, кстати, Лиса зовут. В самом начале этого макияжа я поменяю цвет глаз. Не уверена, что такой цвет глаз мне идет, но надо, надо. Следующим этапом я завяжу самую обычную объемную косичку. У нас с вами будет такая упрощенная, так сказать, Эльза. Эльза на минималках. Я начну макияж с подготовки кожи и контурирования, поэтому сейчас в первую очередь я наношу тональный крем. У Эльзы не очень светлая кожа, поэтому в данном случае у меня нет какой-то сильно необходимости выгалять себе лицо, как я это делала, например, когда повторяла макияж азиатскими трендами. После чего я приступаю к контурированию. Вот эта часть самая будет, наверное, сложная в этом макияже, потому что мне нужно сделать более округлое и такое милое лицо. Если вы растушевываете при помощи кисти ваш контуринг и понимаете, что, ну, как-то тяжело дело идет, используйте фиксатор для макияжа. Работает. 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 Кстати, я думаю, что многие из вас заметили, что сейчас как будто я повторяю макияж контурирования с персонажа из Sims. И да, это на самом деле так. Хочу поделиться с вами вот лайфхаком, который, я уверена, пригодится каждой. Если вы не понимаете, как делать контурирование какой-то звезды и персонажа, открывайте скины персонажей в Sims, хорошие и качественные, и вы сразу прекрасно поймете, как делать контурирование того или иного персонажа. Потому что в Sims обычно такие чокткие контуры делают, что прогадать по этим схемам нереально. Теперь я беру влажный спонжик и уже при его помощи рассушу белый контуринг. Вот с такими румянами надо идти на улицу, надо ходить в школу, запоминайте. Уроки школьного макияжа. Да, именно с такими румянами надо было ходить в школу. Есть вероятность, что именно с такими румянами я в школу и ходила. В мое время таких великих бьюти-балахеров, как Авами, Лисы, еще не придумали. И хорошо, что не придумали. В самом начале я возьму шиммерные тени светлого цвета. Нанесу их прямо на все верхнее веко. Следующим моментом я возьму вот такой вот цвет, который я буду использовать для того, чтобы сделать складочку моего верхнего века немного более заметной. И вот таким вот образом просто растушую. Дальше я беру плоскую кисточку и вот такой вот сиреневый цвет. Смотрите, какой он красивый, просто огонь. И сейчас я наношу его вот в эту зону и вот в эту зону. То есть мне нужно покрыть глаз не полностью, а только в этих двух точках. Надеюсь, вы понимаете, что я говорю. Но если не понимаете, то смотрите. Так как я хочу снимать не одно видео из этой серии, а много-много-много-много-много, Ответьте-ка мне на вопрос, какую диснеевскую принцессу, макияж, точнее конку и диснеевскую принцессу вы бы хотели видеть следующую. После этого нужно взять более розовый оттенок. Теперь я снова возвращаюсь к нашим шиммерным теням и буду покрывать сейчас центр глазом. А теперь самое интересное. При помощи вот таких вот офигительных блесток я буду углублять цвета. Начну с темных блесток, вот эти вот сейчас использую, и буду наносить их вот сюда, чтобы наш макияж получился более эффектный. Если внимательно посмотреть на макияж Эльзы, то можно заметить, минуточку внимания, что вот над вот этими вот розово-сиреневыми тенями у нее возвышается красная граница верхнего века. Поэтому при помощи вот такой вот кисти и красного цвета я буду контролировать складку верхнего века. Контролировать, контролировать, да. Следующим шагом нужно будет сделать черную подводку-стрелочку. Кстати, я понимаю, что рано судить все еще, но как вам вот пока что у нас получается? По-моему, получается весьма-весьма круто. Теперь нужно с сиреневым оттенком подчеркнуть нижнюю линию роста ресниц и потом положить туда черный цвет. Причем сиреневого у нас должно быть просто максимально-минимально, так, чтобы было совсем незаметно. Чуть-чуть, чуть-чуть, чтобы глаз больше казался только всего. Теперь нужно слизистую выделить белым карандашом. Точнее говоря, розовым. А все для того, чтобы глаза казались здоровее. Все-таки мы нанесли целую кучу сиреневых, розовых и прочих-прочих странных теней. Поэтому карандаш розовый все это нейтрализует и будет очень эссественным. Эссество. Это хорошо. Настало время. Время туши. Ле тушь. По-моему, да, уже весьма лучше, в особенности, если вот так вот сделать. Накрашенный глаз и... не, не накрашенный глаз. Какой макияж вообще может без вот этого обойтись? Явно не мой. Сейчас я предлагаю сделать брови. И вот тут-то мне очень повезло с этим макияжем, потому что, как и у меня, у Эльзы брови-то темнее, чем ее волосы. Поэтому мне будет достаточно просто их накрасить. Конечно же, все лишнее при помощи карандаша-консилера надо убрать. Обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, потому что именно в моем инстаграме будет финальная битва персонажей. Я больше чем уверена, что вы называете как минимум двух персонажей, которые будут всплывать чаще всего. Поэтому, чтобы определиться с тем, какое видео будет именно следующим, подписывайтесь на мой инстаграм и принимайте участие в вопросе, когда он, соответственно, появится там в инстаграм-историях. Так что, всех жду в моем инсте. Время с хоу-контринга, и, признаюсь, это одна из тех частей, которые я больше всего ждала, потому что нужно начать будет сейчас с обильного припудривания лица. Типа, тут должна пудра была сыпаться, но я не нашла такой эффект, поэтому делаю вид, что тут пудра сыпется, и я такая в ней купаюсь. Вау! Далее я беру другую пудру, уже банановую, для того, чтобы делать бэкинге. Бэкинг. Пока бэкинг запекается, нужно будет сделать темный контур. Я просто дублирую все те же самые зоны, которые затемняла кремовым корректором, сухим корректором, ничего необычного специфичного здесь нет. И, конечно же, теперь опять все еще, пока бэкинг бэкуется, нужно воспользоваться пудрой, и это, наверное, будет самая сейчас приятная часть для меня, потому что мне прямо очень хочется залить все это розовым цветом, чтобы цвет появился наконец-то нормальный, а не вот это вот серо-рыжо-коричневый Таупе. Пожалуй, можно удалять бэкинг. Румяшек надо побольше. Теперь надо нарисовать веснушки, потому что, между прочим, если кто-то не заметил, то у Эльзы-то веснушки есть. В из фор. Внимательность. У Эльзы веснушек очень мало, но при этом они хоть и полупрозрачные, но достаточно крупные. Поэтому сейчас я постараюсь сделать то же самое, надеюсь, что не будет это похоже на прыщи. Я думаю, здесь можно сделать увеличение глаз, то есть наклеить реснички. Что думаете? Давайте попробуем. Мне кажется, стало значительно лучше. Да. И осталось дело с загубной помадой, дабы закончить наш макияж. Ой, я вот очень-очень сильно жду, что же получится. Надеюсь, будет классно. Пожалуйста, мне классные удачи. Да, кстати, губы-то придется сужать. Мои губы-то для губы Эльзы достаточно плотноватые. Плотноватые. Большие губы. Способиться в комментариях информация о том, что у тебя небольшие губы. Знаю я вас, знаю я вас, шалунишки. Минуточку внимания. У меня возникла проблема. Кажется, тонкие губы идут мне больше. Сейчас я доделаю нижнюю часть губы. Напишите, пожалуйста, как мне лучше с тонким или с обычными. Собственно, вот какой у меня получился макияж на персонажа Эльзы. Обязательно напишите, понравилось вам или нет. И, конечно же, заглядывайте в мой плейлист, где я повторяю макияжи разных других персонажей. Он будет в дальнейшем пополняться. Вот. Так что обновляйте и смотрите. Ну, там в любом случае полно всякой интересной ерунды. Например, азиатский макияж. Как я повторяю, оцените. Понравилось.